Дамы и господа, мы начинали! Забирай блоков! Арена Уралец замирает в предвкушении кульминации бескомпромиссного спортивного зрелища. К боям готовятся самые звездные бойцы второго турнира Russian Cage Fighting Championship Александр Емельяненко и Иван Штырков. Энергия 5000 зрителей концентрируется и зажигает прожекторы мощного светового шоу. Но ярче грандиозных эффектов напряженные противостояния в клетке – это бои тяжеловеса, где каждый пропущенный удар может стать решающим. А схватки в портере требуют огромной силы и выносливости. Уральский Халк Иван Штырков и заморский гигант Джеронима Дос Сантос с первой минуты демонстрируют, за что смешанные единоборства любят во всем мире. Броски, борьба и атаки в стойке. В середине первого раунда Штырков наносит мощнейший удар локтем с разворота. Устоять на ногах после подобного может не каждый соперник, но опытнейший бразилец – 60 профессиональных боев и 40 побед. Чудом выдерживает и уклоняется от добивания. Два раунда Штырков действует активно, старается бить, проводит захваты с бросками. Но Джеронима весит 120 килограммов, на 13 больше Ивана. Каждая попытка бросить огромного тяжеловеса и перейти в портер требует от нашего бойца колоссальных усилий. Бой изматывает. Третий раунд – образец терпения и выдержки на фоне усталости. Результат – ничья. Ничья, которая для Ивана станет важнее победы и сделает его сильнее. Скоро будет новый бой. Я в полном порядке. Я не включаю заднюю скорость никогда. Когда меня люди встречают на улице, жмут руку и говорят «Спасибо за бой». И это мне придает огромные силы и огромную мотивацию. Уважаемые дамы и господа, ваши аплодисменты – Габриэлю Гонзаге! Встречайте в кроссы угол октагона! Александр Емельяненко! Первый раунд разочаровывает зрителей. В середине российский боец оказывается намертво прикован к полу-железным захватам соперника. Встает только в перерыве. Подобный сценарий Гонзага пытается повторить во второй пятиминутке. Но Александр поднимается и проводит серию ударов. Завершает ее попаданием коленом в голову и отправляет соперника в нокаут. Я показал, что тот, кто снизу в факторе находится. Не так легко побить, не так легко победить. Я знал, что Гонзага тратит силы. И ничего абсолютно эффективного от него не проходило. Я опасности не ощущал. Александра Емельяненко поздравляют особые зрители турнира, ковавшие главную победу народа. Ты доставил огромное удовольствие нам. Спасибо вам. Спасибо большое. Владимир Экельман и гады из Айнагудинов воевали на Дальнем Востоке. Освобождали Манжурию от Квантунской армии Японии и добились безоговорочной победы над врагом. А сегодня спортсмены вдохновляются мужеством и стойкостью ветеранов, проявляя эти качества в клетке. Это показывает, что, между прочим, и страну нашу тоже есть кому защищать, если что-то случится. Бои в Екатеринбурге – это звезды в клетке и звезды в зале. За турниром следят действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагометов, его отец и тренер Абдулманаб Нурмагометов, боксеры Константин Дзюх, Сергей Ковалев, Руслан Проводников, актеры Михаил Пореченков, Михаил Галустян и Сергей Бадюк. Только единоборство воспитывает в мальчишках такие качества, как воля, дух и характер. Именно они необходимы каждому мужчине, чтобы прожить жизнь достойно, защищая себя, свою семью. Большие турниры привлекают новую аудиторию. Перевратить растущую в России популярность боевых искусств в инструмент воспитания новых поколений поможет открытая в Екатеринбурге Академия единоборств РМК. Это событие зрители на трибунах обсуждают не меньше, чем перипетий боев. Светлый кондиционируемый зал, чистота, порядок. Заходишь, ну, жить можно. Такого нет нигде. И спасибо русской медной компании за такой подарок городу. Вообще России, я считаю, подарок сделали российским спортсменам. Вот это достойно уважения. Вот про это я готов говорить и говорить. Участники второго турнира Russian Cage Fighting Championship первыми надевают форму Академии РМК. Их примеру последуют тысячи уральцев. Кто-то станет новой звездой единоборств. Кто-то найдет себя в других сферах жизни. Но каждый сможет закалить характер на тренировках и научиться побеждать во благо России.